Добрый день! В эфире программа «Хочу домой» на телеканале Самара ГИС. И сегодня мы решили провести наш эфир в необычном формате на улице. Но не просто на улице, а на одной из площадок по дрессировке и выгулу собак нашего города. Каждый раз вкратце напоминаю о тематике нашей программы. Мы рассказываем о бродящих животных, о собаках и кошках, которые были выброшены на улицу нерадимыми владельцами. А также мы рассказываем о собаках и кошках, которые, в принципе, никогда не имели дом и были рождены под открытым небом. Также мы помогаем волонтерам, приютам, ветеринарным врачам помогать пристроить собак и кошек в хорошие добрые руки. Ну и, конечно, эти же самые волонтеры и руководители приютов, и ветеринарные врачи становятся гостями нашей программы. Ну, а сегодня гость нашей уличной студии Инна Тарасенко, руководитель одной из подрядных организаций по отлову и содержанию бродячих животных. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Снова вы у нас в гостях, правда, не в студии, а вот на этой площадке замечательной. Инна, скажите, пожалуйста, вот что нового у меня каждый раз, знаете, как поступают какие-то сводки о том, или информация, да, о том, что у вас там что-то происходит, постоянно ведется какая-то работа. Вот за этот месяц, после нашей последней встречи мы виделись с вами, за этот месяц что произошло? Я думаю, за этот месяц произошла одна из самых глобальных событий в истории мира бездомных животных. В наш новый приют, скажем так, вновь осваиваемый приют в Козелках приезжал губернатор Навитрий Игоревич Азаров, Александр Евсеевич Кенштейн, депутат Государственной Думы, Елена Владимировна Лапушкина, мэр нашего города. И огромное количество еще официальных лиц, представителей власти нашего региона. Это, конечно, беспрецедентный случай, и мы очень гордимся тем, что нам удалось их привлечь. И обратите внимание, как это очень сложный и долгие годы нерешаемый проблеме, и мы очень надеемся, что этот год станет стартовым в ее решении. Конечно же, основные вопросы – это вопросы развития, усовершенствования инфраструктуры приюта. Это именно то, что сейчас является ключевой проблемой, которая не дает в глобальном смысле освободить город от животных. Мне кажется, встреча прошла очень позитивно, были обозначены все ключевые точки, все проблемные места. Но мы постарались подготовиться, так как мы работаем на данном объекте всего несколько месяцев. Конечно, на своей территории это всегда проще, но здесь мы постарались провести в порядок и сделать все возможное для того, чтобы показать какой-то хотя бы небольшой промежуточный результат. И, конечно же, есть уже значительное улучшение в работе приюта. Надеюсь, что за это лето нам удастся расшириться, удастся усовершенствовать существующие вольеры, удастся утеплить помещение для послеоперационного содержания у пациентов. Конечно, наладить все вопросы с коммуникациями. Инна, во многих чатах, где я присутствую, за которыми я слежу, часто проскальзывает, даже не часто, а постоянно сейчас идет информация, что сменился подрядчик, что сейчас возглавили вот эту работу из флагмана вето. Скажите, вы как-то отслеживаете вот эти чаты и помогаете ли вы им? У нас совсем недавно был представитель волонтерской организации из поселка Рубежное. Галя Степановна. Да, вы знаете, работа напрямую с людьми, которые проявляют такую серьезную свою гражданскую позицию и выступают волонтерами в решении этой проблемы, помимо своей основной деятельности, это, я думаю, как раз и есть один из ключевых моментов в успехе вообще всей этой операции по усовершенствованию, по решению проблемы. Конечно же, в этих чатах я состою, я отслеживаю эту ситуацию, есть очень много людей отзывчивых, которые помогают мониторить ситуацию, пытаются увидеть в социальных сетях какие-то проблемные зоны, потому что далеко не все люди могут подать заявку в силу возраста или еще чего-то, в официальную структуру. Поэтому взаимодействие с волонтерами, я думаю, что это самое важное и значительное изменение, которое произошло при смене руководства. Хорошо, а есть же люди, которые недоброжелатели или которые, наоборот, как-то отрицательно отзываются о вашей работе? Я всегда руководствуюсь фразой о том, что не обсуждают только того, кто ничего не делает. Я думаю, что мы за эти 7 лет, с 2015 года, будучи самым молодым приютом и самой молодой организацией зоозащиты, выросли в гиганта, который сейчас покрывает территорию практически всего региона и содержит самое большое количество животных. И на своей площадке размещают уникальных пациентов, которые установились именно благодаря нашей команде. Поэтому я отношусь к этому спокойно, как к следствию такого быстрого подъема, наверное, и действительно большого успеха, которым нам всем удалось добиться. Может быть, тогда в каждом районе назначить своего волонтера или чтобы была группа волонтеров, которые будут отслеживать ту или иную стаю, ведь здесь самое главное нужна оперативность. Я все-таки склоняюсь к тому, что вот это разрозненные выезды на заказ снаряды по всему городу, а территория у нас огромная, от Рубежного до Прибрежного, вы представляете, это огромная площадь, она не дает какой-то видимый результат по одной простой причине. Нам недостаточно даже будет, чтобы волонтеры отслеживали какую-то стаю, потому что для того, чтобы поймать таких животных непростых, действительно нужна определенная квалификация. И я склоняюсь все-таки к тому, чтобы осуществлять мониторинг районов более длительное время, то есть понедельно, а может быть и по две недели, чтобы бригады, например, разделялись и работали систематически в одном районе города, собирая информацию, может быть, дежуря на каких-то местах, потому что вы же понимаете, что люди могут вызвать отлов, мы можем приехать, но на месте нас уже никто не ждет. Ну вот, по опыту Рубежки, то, что рассказывал нам Галина, да и я отслеживаю информацию в чате, у них, прежде чем приезжает отлов, они обязательно идут на то место, где находятся эти собаки и помогают этих собак отловить. По сути дела, они их как-то приманивают к себе и уже потом определяют отлов. Каких-то более-менее контактных собак, да, это возможно сделать, но все-таки основную угрозу, проблему, да, и такое вот тревожное состояние общественности вызывают собаки, которые даже волонтерам не под силу удержать. И именно таких собак приходится ловить с помощью профессионального ружья, да, дротиков и прочего. Вот недавно один из представителей нашей городской администрации, я так понимаю, выезжал с вами на, как бы... На сам отлов, да. Да, на отлов, и, по-моему, вы там использовали ружья. Да. Расскажите немножко, как получилось, не получилось. Опыт этот уже сформирован по той простой причине, что мы до этого 7 лет так же, да, ловили неконтактных собак, чтобы помочь людям их стерилизовать. Поэтому я не могу сказать, что эта работа новая. Работа эта в каком-то плане осложнена тем, что, если это и происходит днем, то нужно смотреть, чтобы рядом не было там детей, какого-то большого количества людей. Многие люди не совсем понимают, что это за стрельба, да, и приходится объяснять, что там специальный дротик, что там седация. У многих людей позиция, что мы там их убиваем, да, то есть, ну, это нужно систематически пояснять. И все же я искренне считаю, что это один из самых гуманных способов поймать действительно неконтактную, очень боязливую собаку. Потому что другие попытки ее удержать приводят к не очень благоприятным результатам, вот к таким. Вот к таким. Даже, даже вы, даже вас покусали? Конечно. А есть какая-то защита там на руки? У ловцов, да, но я просто участвовала на прошлой неделе в такой спецоперации, что там пришлось, как говорится, выпрыгивать и брать дело в свои руки. Надо было решать. Вы поймали собаку дальше. Куда вы ее определяете? Собака едет на получение ветеринарно-спроводительного документа в государственную ветеринарную станцию. Там ее осматривают, выдают нам свидетельства. Соответственно, они являются гарантией того, что собаки приехали живыми, да, они в сознании, там, и врачи это документируют уже из государственной службы. Вот. Мы потом едем в приют, там принимаем решение, куда их поселить. Дальше смотрим, да, в течение 21 дня нам нужно выяснить, эта собака останется жить в приюте, эту собаку кто-то, например, забирает, или эта собака возвращается там, где она жила. Большое спасибо. Вынужден прервать нашу беседу и предлагаю сейчас перейти к видеовизиткам. Итак, смотрим. Забавная, подвижная, а самое главное – добрая. Зовут ее Умка. Этой собаке ищут своего владельца, и она готова прямо сейчас уйти домой. Обратите внимание на эту собаку и сделайте ее жизнь счастливой. Возьмите ее домой. В ее роду, судя по всему, присутствуют мраморные колли. Но это видно по ее внешнему виду. И эта собака у нас, она как гламурная дама с характером. Она не раз была у грумера, потому что мы берем ее на выставки. И поскольку она такая вся симпатичная, белая и пушистая, ее хочется привести в самый-самый лучший вид, чтобы она пленила чей-то глаз. Попала в приют полтора года назад, в подростковом возрасте. Сейчас ей примерно два с половиной года. Умка очень хочет домой к своему новому ответственному владельцу. Возьмите эту собаку из приюта. Звоните по телефону 8-917-019-18-27. Несмотря на солидный возраст собаки, мы очень надеемся, вдруг кто-нибудь откликнется и осчастливит собаку по кличке Канада и даст ей возможность встретить свою старость в хороших условиях проживания. Ей примерно 8 лет. У нее очень печальная история. Ее нашли в лесу, привязанной к дереву. Волонтер, девушка, которая пошла гулять с своей собакой, обнаружила живой скелет, привязанный к дереву. И она позвонила в приют. У нее собака очень сложная была из-за истощения самостоятельно передвигаться. Судя по внешнему виду, ее неоднократно разводили, использовали для разведения. Потом стала, наверное, старая, ненужная. И решили таким своеобразным образом с ней распрощаться. Попала пару лет назад и проявила себя по характеру очень воспитанной дамой. Совершенно отсутствует агрессия, когда приходят в приют дети, рада и доброжелательна к ним. Добрые люди, обратите внимание на эту собаку. Ей очень хочется уйти из приюта домой. Звоните по телефону 8-900-17-019-18-27. Каждый раз, когда мы предлагаем собак, ищем им нового хозяина, мы как бы тестируем собаку и определяем ее характер. И обратите внимание на вот этого замечательного, красивого черного пса. Здесь, естественно, есть примесь Алабая. Собаку привезли из Тольятти. Своим внешним видом она немного вызывала ужас у жителей одной из улиц. И они решили определить эту собаку приют. Хотя, я думаю, что ей место где-нибудь на территории участка. И так, чтобы у нее был свой хозяин, который будет гулять. Потому что, вы знаете, гуляет она совершенно спокойно, без проблем. Не тянет поводок, слушается. По крайней мере, команда, пошли ко мне рядышком. Так что, обратите внимание на вот этого красавца. Он стерилизованный и довольно-таки адекватный. Не довольно-таки, а просто нормально адекватный пес. Зовут собаку Каяк. Сейчас ему примерно около трех лет. Обратите внимание на этого пса, которому мы ищем нового ответственного владельца. Звоните по телефону 8-917-019-1827. Часто ли забирают собак после наших видеовизитов? Были ли такие случаи? Да, однозначно были. У нас недавно забрали девочку Шейлу. Как раз мы ее снимали с вами на видеовизитке. Она там просидела на цепи, у нее есть некие проблемы с зооагрессией. Но сейчас она живет в квартире и вообще чувствует себя прекрасно. Очень классная собака, немного похожа на овчарку. Берут собак люди, которые совершенно раньше никогда не знали, что такое собака. Как вы им отдаете? Мы, конечно же, даем сразу же телефоны кинологов, просим их быть с нами на связи круглосуточно. Если есть какие-то проблемы, говорить о них сразу. Потому что с адаптацией дома, в принципе, у собак из приюта список проблем почти идентичный. Это грызть, не терпим выгул, нет какой-то системы, нет своего места. В большинстве случаев, наверное, плацентов 95, все эти проблемы решаемы, если человек о них говорит открыто. Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда люди терпят до предела, а потом просто говорят, что мы хотим вернуть, потому что у нас больше нет сил с этим бороться. Мы стараемся и в таких ситуациях проводить работу. И на самом деле очень много случаев, когда люди принимали решение вернуть собаку, но нам удавалось их убедить и решить проблемы. Собака осталась в семье. Ну, смотрите, вы сейчас расширяете свои площади. До каких размеров их можно расширить? Ведь есть же всему-то предел, да? Все-таки задача, чтобы убрать бродячих собак, ну, по крайней мере, там, основную часть, там, процентов 80, с улиц нашего города. Вы знаете, эта задача очень непростая. Если бы все эти семь лет работы я потратила только на то, чтобы, да, планировать, строить, отлавливать, наверное, сейчас был бы уже немножко другой результат. Но пока я в этой работе только два месяца. И, конечно, я понимаю, сколько впереди масштабных задач. Все-таки основной план нашей команды – это строительство реабилитационного центра для животных. И посадочных мест там должно быть на 2,5 тысячи. Что это означает? Это означает, что это не только собаки, которые будут жить в приюте. Это животные, которые будут проходить там лечение, которые могут остаться там в гостинице. Это центр, который должен сам себя обеспечивать, да. И выйти уже как на некую самоокупаемость. Да, конечно. Иначе это все будет неинтересно для нашего региона, города. Но мне кажется, что лучше, чем такой вот центр, да, который себя окупает, решает проблемы и является такой красивой, комфортной точкой для образования, для передачи опыта, обмена опыта, для каких-то социальных больших проектов, для того, чтобы людям было приятно приехать и выбрать животное из приюта, и для того, чтобы наконец-то у вот этих животных из приюта появился какой-то особенный статус, да, чтобы люди гордились тем, что они взяли собаку из приюта. Для этого нужно очень хорошо потрудиться и очень хорошо упаковать это, чтобы люди хотели приходить к нам. Вот вы сказали по поводу передержки собак, но вы же понимаете, что люди, которые держат у себя дома собаку, да еще в таких условиях, где и кондиционеры, и ковры, и собственные диванчики, и они не очень захотят приводить собаку в такой какой-то приют, или это будет отдельно какой-то блок планируется? Конечно, конечно. Если, ну, в перспективе мы говорим. Наш реабилитационный центр выглядит очень-очень достойно. Он состоит из блоков, и для гостиницы там отведен отдельный, то, что блок, там отдельное здание, да, не очень большое, но это все-таки такая необходимость. Люди часто обращаются, уезжают и ищут, где бы они могли в безопасности, да, ставить свою кошку или собаку. И безопасность все-таки, она не только физическая, она в том числе и какая-то инфекционная, да, то есть эта работа очень-очень непростая. И мы, конечно, считаем, что какой-то блок в этом центре для гостиницы обязательно должен быть. Сейчас волонтеры, все-таки это, я считаю, такая работа, она вот сегодня тебе нравится, а завтра не нравится. Какой поток волонтеров, приходящий, уходящий, или есть постоянные, которые работают, и им это дело не надоедает? Мне кажется, здесь только единственный момент, от которого человек может, да, оттолкнуться и отказаться этим заниматься, это, конечно же, эмоциональное выгорание. Потому что работать в сфере, которая, не знаю, там, 7 лет назад вообще была не признана как существующая проблема, да, и люди просто бились в попытках что-то изменить, но у них ничего не получалось, в том числе так же, как и мы. Конечно же, очень легко отступить и сказать, ну да, здесь, скорее всего, ничего не получится. Но мне кажется, вот сейчас, здесь, там, в 2022 году мы огромной командой при поддержке волонтеров, при поддержке неравнодушных людей наказали, что эта сфера важна, она стала глобальной, и она должна быть решена гуманно, я очень негативно отношусь к каким-то высказываниям об отстреле, о массовой эвтаназии, я могу это легко аргументировать. Я считаю, что та проблема, которая существует сейчас, это проблема, которая создана руками человека. Но вы поймите, что вот про эвтаназию довольно такая щекотливая тема. Конечно. Да, и раньше это было сплошь и рядом, и эвтаназию применяют во многих европейских странах. Но они применяют ее не так, как здесь. О, тем не менее, все-таки, да? Это разные вещи. Да, тем не менее, все-таки, понимаете, содержать собаку агрессивную и тратить на нее средства, я, вот как вы считаете, целесообразно, целесообразно? Я могу сказать, что за 7 лет через нас прошли более 10 тысяч безнадзорных собак. И это практически состав, весь состав города, да, одномоментный сейчас. Я не видела среди них такого количества бесперспективно-агрессивных собак, в которых невозможно было найти никакой подход. И здесь речь идет о месяце, двух, для кого-то, может быть, трех-четырех. И даже самые неконтактные, неподлежащие, казалось бы, социализации собаки выходили из этого состояния, потому что с ними начинали заниматься профессионально. Профессионально. И то, что мы сейчас пытаемся все свести к эвтаназии, да, не попробовав решить ее профессионально, это такое, знаете, заталкивание ящика под кровать. Потому что профессионально эту проблему никто и не пытался решить. Слушайте, но на такое количество собак найти такое количество профессионалов, даже там на одного профессионала по 2-3 собаки в месяц, это довольно-таки сложновато. Безусловно, эту проблему будет очень сложно решить. Но это же проблема, она не рисовалась из воздуха, да. Она должна была систематически решаться. И то, что вы сказали, что в предыдущие годы собаки уничтожались, да, там какие-то, ну и что, это помогло решить проблему? По факту нет. Ну, какой-то период, да. Ну, я бы не сказала, все равно собаки как были, так и есть, и они снова, по сути, гуманности, да, у нас какого-то там, с 20-го года, да. Просто была численность, но ее не было вот такой вот огромной численности, как это сейчас. Это же ведь связано не только с тем, что собаки размножаются, это связано с тем, что отсутствует законодательство, да, по отношению к домашним собакам, контролю за домашними собаками, потому что их сейчас берут, просто привязывают около детской площадки и оставляют. Как отследить этого человека, который привязывался к собакам? Все домашние собаки должны быть чипированы и поставлены на учет. Мы можем сейчас в каждом муниципальном районе дать информацию, ведь в каждом районе есть чат. Мы можем дать такую информацию? Мы не просто должны с вами дать такую информацию, ведь дать информацию – это добровольное согласие, да, кто-то у нас пойдет это сделает, кто-то не пойдет, кто-то скажет, что это дорого, например, я не буду чипировать животное. Для того, чтобы решить проблему с приростом хозяйских животных, да, которые появились на улице или которые не стерилизуют своих собак и постоянно добавляют на улицу, да, каких-то щенков в бесконечных количествах, это же тоже прирост огромный к общему числу животных. Они нужны, это должно быть на законодательном уровне. Спасибо большое. Я предлагаю сейчас перейти к очередной нашей тематике. Уважаемые зрители, вы сейчас задаете вопрос, кто лучше поднимает команды и каких собак легче дрессировать – метисов или породистых собак. Итак, давайте сейчас посмотрим небольшой наш сюжет по этому поводу. Владислав, итак, у нас вопрос. Все-таки, какая собака лучше дрессируется? Та, которая метис, ну, или беспородная, проще говоря, да, или все-таки породистая собака? Я все-таки считаю то, что это вопрос не к породе, а, наверное, к характеру, темпераменту собаки, вот. Поэтому дрессируются они примерно одинаково хорошо, и те, и те. Как получилось, что у тебя оказался тоже собака метис? Ах, наверное, история стандартная, история о том, как я вышел из дома, был холодный сентябрьский день, дождик, ветер, и около подъезда сидел маленький щеночек, мне его стало очень жалко, решил приутить. Ну, ты вот, когда брал собаку, ты же, как, понимал, что ты будешь, что ты ее оставляешь себе, или все-таки ты будешь ее куда-то пристраивать? Ну, вообще, это был четвертый щенок, которого я взял с улицы для того, чтобы пристроить в добрые руки в будущем. Но получилось так, что добрые руки он за два года не нашел, поэтому, вероятнее всего, останется он у меня. А вот скажи, пожалуйста, вот собака метис, как его кричка? Лето. Лето? Почему лето? Потому что он родился летом, он рыжий, у него рыжие реснички, вес такой солнечный, забавный, малый. Ну, а вот с кем проще сейчас тебе, с немецкой овчаркой или вот с лета? Ну, тут стоит быть объективными и сделать нюанс на то, что немецкой овчарке было уделено очень много времени и тренировок метису поменьше, потому что все-таки я старался привлечь его в добрые руки. А так, в целом, не могу сказать, что он более непослушный, глупый или неподдающийся дрессировке. Поэтому примерно одинаковый. Какая самая главная команда нужна для собаки? Неважно, породистый или беспородный. Я думаю, что это все-таки команда ко мне и команда рядом. Дай несколько советов нашим зрителям, как все-таки научить собаку подходить ко мне. Достаточно легко. Собака сначала обучается на поводке, то есть она подманивается чем-либо. Как правило, это какой-то корм вкусный. Собака подтягивается на поводке, обводится за спиной и присаживается параллельно левой ноги. И потом то же самое проделывается без поводка, также с поощрением. Какое количество раз повторов необходимо, чтобы все-таки выработать вот такой устойчивый рефлекс? На самом деле, довольно быстро. То есть, первичный рефлекс появляется очень быстро. Можно прям ближайшие полчаса добиться каких-то результатов. Но, естественно, для закрепляющего эффекта это надо там хотя бы несколько дней, неделю постоянных повторений. Сыт, ко мне! Хорошо. Вторая команда, которая очень важная. Это команда рядом. Это команда важная, потому что мы все живем в городе, много людей, много собак. Вот, собака также с помощью поводка сначала присаживается около левой ноги. И по траектории движения мы отрабатываем данную команду. Сначала с помощью подтягивания и поощрения, когда собака идет параллельно левой ноги. А потом, соответственно, без поводка то же самое. Рядом. Рядом. Хорошо. А еще какие команды у тебя умеют собаки? Вот, данная собака знает довольно много команд. Это, соответственно, курсы КДК. И всякие бытовые команды по типу Умри, Змейка, Вдомик и так далее. То есть, довольно большой арсенал команд. А что умеет у тебя Метис по кличке Лето? Лето умеет, к сожалению, не так много. Но, тем не менее, он знает такие стандартные команды, как рядом. Дай лапу. Дай лапу левую, правую. Сидеть, лежать и крутиться волочком. Ну что ж, тебе удачи. Ну и вопрос, опять же, ты же не собираешься сейчас отдавать лето? Или все-таки ищешь ему хозяина? Наверное, в данный момент я пришел к мысли, что останется он со мной до конца. Коль уж такая история. Следующая тема. Люди берут собак, возвращают их потом. Вот как с этим бороться-то, опять же? Ну, мы не можем, да, отбирать у людей это право и вернуть животное. Потому что это будет стимулировать их выбрасывать животных на улицу, да. Буквально недавно была отловлена собака, которая выяснилась, да, что является домашней. Хозяева просто сказали, вы знаете, мы так с ней устали, пусть она остается у вас. И вот это вот легкое отношение людей к тому, что животные могут просто где-то остаться. Или, например, нашли собаку с тяжелой травмой, нашли хозяина, ей нужно было обследование, да, нужно было приехать, вести ее на снимки. Они просто сказали, вы знаете, ну у нас сейчас нет денег, да, ну как бы вот, вы окажите ей помощь, а мы ее потом заберем. То есть, все-таки животное – это большая ответственность. И здесь очень сложная ситуация, потому что у нас в стране огромное количество людей, у которых живет не одна собака, не две собаки. А это может быть пять, а иногда и семь. Вот, опять же, может выйти с таким вот предложением на депутатов городской думы, областной думы о том, чтобы все-таки вся информация поступала, ну, опять же, в муниципалитеты. А муниципалитеты, соответственно, или ТОС, или ТСЖ, они, соответственно, передают какой-то объединенный совет. Я думаю, это же несложно же сделать. Это несложно, но главное, чтобы этим занимался, понимаете, это не должна быть 35-я функция какой-то инстанции. Желательно, чтобы была сформирована хотя бы небольшая официальная команда, которая занимается мониторингом численности животных и проблемами, связанными с их перемещением, передачей. Потому что есть, например, огромная проблема с тем, что умирают люди. Люди умирают каждый день. И у них остается у кого-то пять кошек, у кого-то пять собак. Буквально в прошлом году на лестничную площадку на шестой просеке выкинули 32 кошки. Ух ты! И мы расселяли всеми приютами, всеми волонтерами, каждый забирал кто сколько мог. Понимаете, дальше их судьба не определена. У нас нет никакого закона о том, что эти животные переходят в собственность государства, что они должны быть определены в приют. А что касается собак, собаки просто органами выгружаются около подъезда, когда квартира опечатывается. И все. Если волонтеры не вмешиваются на каком-то этапе в этот процесс, не говорят с участковым о том, что мы сейчас, дайте нам немного времени, да, мы сейчас найдем, куда эту собаку определить, это плюс еще одна, две, три бездомные собаки, которые совершенно непонятно, как себя поведут на улице, если до этого они жили в семье. Возможно, проверят агрессию, возможно, попадут под машину, возможно, вяжутся в драку. Ну и последний вопрос, наверное, все-таки, сколько еще способов от лова есть, все-таки, ну, ружья, ну, сетки, может, еще какое-то что-то придумать такое, что-то было, чтобы это было инновационно, именно исходило из нашей, из Самарской губернии, из города Самара. Мы сейчас хотим попробовать клетки-ловушки, до этого мы как-то скептически к этой теме относились, но поговорили с коллегами из Нижнего Новгорода, они нам сказали, что не стоит недооценивать, и все-таки вот щенков, да, щенков-подростков, которые прятаться, там, могут под плитами в гаражах, откуда практически невозможно их достать, это самый хороший вариант. То есть мы закрепляем волонтера, который наблюдает, эта ловушка стоит, и, соответственно, когда собака заходит, она захлопывается. Таким образом, это получается достаточно гуманно, не нужно никого, да? Ну, что-то такое привычное, да, вот для собаки какой-то вот такой вот гаражик. Ну да, да, да. Спасибо большое, к сожалению, время нашей передачи завершилось, было интересно с вами беседовать. Я думаю, что мы еще раз вернемся не раз к этой теме, и вы будете гостем нашей студии. Ну, а мы прощаемся с вами, еще раз хочу напомнить, что на всех видеовизитках есть телефон, и вы можете звонить по этому телефону, если вам понравилась та или иная собака. Ну, а мы прощаемся с вами, до свидания, и встретимся, как обычно, через две недели. До свидания. Всего вам доброго.